Всем привет! Канава Морн Студия. Сегодня покажу как работать в фотошопе с кистями. Вот я выбрал инструмент кисти. Цвет синий. Вот что-то тут нарисовали, допустим. Тут непрозрачность. Нажим. Таэрограф, он не всегда работает, по крайней мере у меня. Тут можно выбрать разные кисти. Такие. Даже такие можно взять. Траву нарисовать. Вот так. Покурить ее. Здесь режимы разные. Сдухание. Поменьше размер. Вот затем регулируется размер и жесткость. Еще можно сделать. Например, повернуть ее. Так. Так. И нарисовать дождь, например. Нет. Кое-что забыл. Нарисовать дождь, например. Для этого нужно поставить интервалы. Допустим так. Ну и так далее. Ножи побольше. И размер побольше. Нет. Не настолько больше. Режимы тут разные. Сейчас уберем нормальную кисть. Вот так. Режимы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 Так можно, если постараться, можно рассказать о черно-белом изображении. И вот ещё интересный фигнал есть, ну и тут показывали интервалы, да. Тут можно много разных найти кистей, таких и всякие эффекты, например, динамики цвета. Так можно больше разметить. И тут очень много всего. Всё показывать не будут, могут сами. Так, метод антыка. Из-за того, как можно создать свою кисть. Например, возьмём какую-нибудь нож, конечно, нарисовать тут самому, можно взять готовую картинку. Выделить. Выбрать кисть. Вот готовая кисть вот такая, очень большого размера получилась. Вот она сохранилась вот здесь. поменьше. Другого цвета. Тут не видно почти. Значит, больше размера. Вот так. Ну и всё. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok